Продолжение затянувшейся истории. Жители микрорайона Агель пытаются отстоять свою территорию. Напомним, мэрия Махачкалы приняла решение освободить незаконно захваченные земельные участки, ранее зарезервированные под строительство детских садов и школ. Однако люди, которые живут в данной местности, готовы предоставить все документы на дома, ведь жили как-то 15 лет. В очередной попытке найти Соломоново решение жители частного сектора обратились в Ленинскую администрацию. Все подробности в сюжете Луизы Раджабовой. Земельные проблемы в Дагестане сплетены в большой узел. Сегодня в этом клубке и около 16 домов микрорайона Агель. Ломать не строить. И школу вместо крыши дома своего видеть никто не хочет. Мы все знаем, что это неправильно. Но такое неправда есть везде. По всему городу такая неправда. Вот сейчас взять 16, 38, 40 домов, им разрушить, а остальные пусть. Вот, например, те, которые живут на берегу моря, в своих замках, их оставят, а этих людей взять и выгнать оттуда. Вот я знаю, вот эта женщина там живет. Я не думаю, она живет. Вот у нее, сколько у тебя, скажи нам, у нее 3... Четверо детей, мать-инвалид, и сын его нет. Ну куда им идти сейчас? Разрушат им дом. Куда им? Три кредита на ней везет. Мы не заработали на участок. Ну им же можно дожить. Я приводил туда их бригады, отключал свет, газ. Но так нельзя, друзья мои. Все хотят построить. Ну как-то, если, как может быть, не знать человек, если не его земля, как можно строить? Как утверждает городская администрация, на земельный участок у мэрии имеются все правоостанавливающие документы. Несмотря на неоднократные предупреждения и обращения в контрольно-надзорные органы, на участке имеются 16 строений. И засыпая болото, люди знали, на что идут. Вот как ясное небо, все вы знали, что это территория школы Садыка. Эта территория, я вам еще раз говорю, все, как вот это ясное небо, все вы знали, что это территория школы Садыка. Вот у нас вот один сделал, второй который сделал, сосед пришел, сельчанин пришел, вот друг друга, а войс пройдет, это мы все на эти шаги пошли. Незаконный захват земли порицает и религия. Так, по мнению богословов, земля в исламе вопрос щепетильный. Но в данной ситуации религиозные деятели предлагают нейтральное решение вопроса. Сегодня город в таком состоянии, что кому-то вот так давали и не смотрели вовремя, и органы не смотрели, и руководство не смотрело, дали какие-то моменты. А люди подумали, что раз такое дело, каждому можно. Никому нельзя. И тому нельзя, и этому нельзя, и другому нельзя, по большому шорту. Но мы поняли друг друга, что эти люди попали вот такой, и просят прошения. Если, опять же, у всех просьба одинаковая, если есть возможность, по какой-то причине, по какой-то направлению, как это помочь вот этому человеку, другому человеку, как частной там порядке, частной порядке, это общая просьба помочь этим людям. Однако администрация Ленинского района настроена жестко. Судя по всему, власти намерены решить вопрос в ближайшее время. И вовсе не в пользу людей. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.